Александр Филимонов, фитнес-тренер и нутрице-еолог компании НЛ Интернешнл. Как известно, залог красивой фигуры скрывается в исключении из рациона сладостей, мучного и жирного. Но это не совсем так. Основной секрет кроется в подсчете злосчастных бжу, белки, жиры, углеводы и общего количества калорий. Девушкам на заметку, если вы хотите иметь потрясающее тело, совсем не обязательно следовать советам фитнес-бикинисток из Инстаграм, указывающих, что при подсчете бжу нужно употреблять максимальное количество белка, практически исключая углеводы и жиры. Ведь соревнования и фитнес – это совершенно разные понятия и образ жизни. Поэтому терять свое драгоценное время на тренировки и диеты совсем необязательно. Начните с малого. Во-первых, необходимо узнать уровень основного обмена, то есть количество килокалорий, которое тебе необходимо для энергообеспечения организма в спокойном состоянии. Запомни, ни в коем случае нельзя создавать резкий дефицит калорий, это состояние, при котором человек худеет. Это грозит как минимум стрессом для организма, как максимум серьезными проблемами со здоровьем. Во-вторых, подсчитай количество калорий, которое ты потребляешь ежедневно. И чтобы определить верный дефицит, при котором ты будешь плавно худеть, лучше обратиться к специалистам, нутрицеологам или диетологам. Они подсчитают верный процент дефицита на 10%, 20% или 30%, используя современное оборудование, анализаторы состава тела, учитывая твои цели, состояние организма, возраст и образ жизни. Но есть и более простой и бюджетный способ, существует множество мобильных приложений, которые за пару минут рассчитают бжу. Существует стереотип, что при постоянных физических нагрузках в тренажерном зале обязательно вырастут огромные плечи, руки и ноги. Но это миф, природный уровень тестостерона, того самого мужского гормона, который отвечает за рост мышц. И он у них переизбытки, в организме женщины очень мал. Таким образом, не стоит бояться стать бодибилдершей. А накачанные девушки, которые заполонили интернет, при построении своего тела используют мужские гормоны. Также следует помнить о дефиците калорий. Если ты будешь потреблять больше, чем тратишь, безусловно, это повлияет на рост мышечной и жировой массы. Конечно же, ты не обретешь супер мускулистую фигуру, но о стройной точно можно забыть. Именно поэтому следует считать калории и уделять время тренировкам, достаточно трех раз в неделю по одному часу. Чтобы стать обладательницей фигуры мечты, тебе нужно не превышать калорийность дневного рациона, потребляя необходимые калории из белков, жиров и углеводов. При этом соотношение бжу может быть различным. По сути, ты можешь есть любимые продукты, но в небольшом количестве, при этом четко понимать, что есть планка из калорий, которую нельзя перепрыгнуть. Иными словами, съев 100 грамм шоколада, ты, скорее всего, наберешь необходимое количество углеводов, разрешенных в сутки. Поэтому придется отказаться от углеводов, например, в виде гречки. А если съесть 30 грамм любимого шоколада, то у тебя еще останется свободное местечко для той самой полезной гречки, при этом ты не почувствуешь, что отказалась от своей слабости. Все должно быть в меру. Углеводы, жиры и белки можно добирать как из сладостей, так и из грудки с гречкой. Но для любителей сладкой диеты количество пищи в граммах окажется значительно ниже, чем при объеме пищи, потребляемой на основе комплексных углеводов, жиров и белков. Поэтому при похудении необходимо соблюдать баланс любимых продуктов и диетического низкокалорийного питания. Это позволит наиболее комфортно переносить ограничения и создавать правильный дефицит калорий. Меню номер один. Завтрак. Овсянка на воде или соевом молочке с сухофруктами. Горсть орехов. Два отварных яйца с желтком, а также чай или кофе без сахара. Обед. Отварная гречка, рыба нежирных сортов, приготовленная на гриле, запеченная, отварная или на пару. Свежие овощи. Перекус яблоко или апельсин. Ужин творог, низкой жирности и зеленый чай. Меню номер два. Завтрак. Творожная запеканка с ягодами. Зеленый чай или кофе без сахара. Обед. Бурый рис, стейк из куриной грудки, запеченная, отварная или на пару. Овощной салат с оливковым маслом. Перекус яблока, груши или цитрусовые фрукты. Ужин. Омлет из двух яиц на обезжиренном молоке. Зеленый чай без сахара. Меню номер три. Завтрак. Мюсли с обезжиренным молоком. Протеиновые коктейли и один банан. Обед. Перловая крупа говядина, запеченная на гриле. Отварная или на пару. Овощи на гриле. Перекус яблока или гриппфрут. Ужин. Свежие овощи, запеченная рыба нежирных сортов. Чай без сахара.